Доброе утро, Новосибирск! В преддверии прекрасного праздника поговорим о сладеньком. С наступающим Днем Кондитера! Всем доброе утро, друзья! Меня зовут Евгений Чурилин, моя коллега-соведущая Алена Чурилина, и у нас сегодня в гостях Самая настоящая сладкая королева Анна Бабелюк! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Благодарю за приглашение! Анна Бабелюк, кондитер. Сладкая любила с детства, но печь торты начала после замужества. Основала домашнюю кондитерскую «Крем и корж». Училась у известного кондитера Рината Акзамова. В 2023 году стала победительницей конкурса «Сладкая королева», а в этом году примет участие в конкурсе уже как член жюри. Как часто сладкие королевы употребляют сладкое масло? Масло масляное получилось. Любите ли вы сладкое? Часто ли вы едите сладенькое? Сладкое люблю. Сейчас уже не часто, потому что, знаете, когда чего-то в жизни много, уже как-то... Приелось! Приелось, приелось. А семья моя, конечно, требует свой процент сладкого. Сладкого, да-да-да. У меня муж говорит, ты делал на 30% больше? Я говорю, ну, милый, как-то с меня государство поменьше налогов берет, чем моя родная семья. Вот. Ну, да, дочь тоже где-то вот рядышком. О, Моти. О, Макарас. Есть или помогает? Есть и помогает. А, его и другое? Да. Помогает она в основном... Ей 4 года. Она делает слойки с яблоком. Так, зовут-то как ее? Валерия. 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 4 года Валерии, да. Пожалуйста, слойки, шарлотка, вот это вот все, что она делает. А что делал ты в свои 4 года? Шарлотка, ребенок 4 года. Да, но я ей отвешиваю ингредиенты, она миксером смешивает все, яблочко нарезает. Да. У меня маленький миксер, большой миксер, в общем, семья миксеров. Это удивительно. Да. Я могу сказать только одно, действительно, в 4 года, что я делал, я не могу вспомнить. А ты ел песок. Скорее всего, да, песок в песочнице я ел, вот все, на что я был способен. Он песок не ест, она ест шарлотку. Там есть сахарный песок. Да, да, да. Почему решили кондитером стать? Как-то, знаете, всегда это очень нравилось, у меня мама, она пекла на каждый день рождения торт вот в этой вот старой чудо-печке, где за раз можно отпечь только одну прослойку, да, то есть это было маковое, ванильное, шоколадное. С орешками. С орешками, розочки крутила, красила свеклой крем, ну, то есть вот как-то насмотренность. Но я не могу сказать, что прям все детство я пекла, не покладая венчика, не было такого. Первый мой торт, это, честно, им можно было покалечить, на самом деле. Это был совершенно деревянный бисквит, это какой-то, и после этого как-то, знаете, стыдно стало перед мамой. После этого я думаю, надо что-то менять. Причем я уже вышла замуж, думаю, надо как-то мужа удивить, он же знает, что теща печет, а я как бы не особо. Ну и реабилитироваться, да, перед... Опять же, опять же, да, не посрамить фамилию. И все, я начала искать сначала в интернете, пробовать, бисквиты получались, там что-то, какие-то простенькие торты. Начала, естественно, родных, близких и те, кто попадет в мое поле зрения, тоже кормить. Тренировались на котиках. Естественно, естественно. Ну, то на котиках, а то на семьях. Да, да, научные исследования, да, исследовательская группа, там никто согласия не просил. И подсаживать их на свои сладости. Да, когда ребята сказали, ну, а ты пробуешь как-то на заказ? Я говорю, ну что вы, я работаю в поликлинике, какой заказ вообще? Ну, нет. А, ну то есть подождите, вот здесь интересный вопрос сразу назревает. То есть это, как я понимаю, это такое некое хобби-увлечение? Это было хобби-увлечение, которое сейчас переросло, да, в работу. То есть с медициной вы? Я устала и пока не отдохнула. Правильно. Теперь у вас не медицинский шприц в руках, а кондитерский. Кондитерский, да. Но медицинские навыки тоже, пожалуйста, санпины никуда не ушли, техника безопасности никуда не ушла. В общем, что где смешать, знания химии тоже очень нужны в кондитерке. Физика, химия, вот это вот все. Да и в семье это очень нужная, я вам скажу историю, личный доктор. Никто не говорит, что невкусно, потому что, да, токсикология сдана на пять, кто рискнет. Мир в семье. Токсикология сдана на пять, не покладая венчиках. Хорошо, мне прям все вот это очень сильно нравится. А где учились этому ремеслу? Ну, понятное дело, что... Понятно, интернет. Да. Это первичный. Рецепты, интернет и так далее. Понятное, что я хочу действительно как правильно, как вкусно, чтобы был стабильный результат. Потому что... Подождите, а не хватало почему? То есть, получается, сегодня торт вкусный, а завтра нет? Нестабильные рецепты. То есть, сначала много времени уходило на отработку. То мне было слишком сладко, то мне было слишком твердо. То, ну... Какой я вред даю? А выдумали. А выдумали. Вот, да, да. Перфекционист не умер во мне. Так, ну и получается, вы были недовольны стабильностью результатов, которые случаются в еде. Ну, опять же, есть же стабилизаторы всякие разные, там Е, там ПП и так далее. Ну, а чем я тогда буду отличаться от промышленных кондитерских? Тоже верно. Потому что я позиционирую себя как домашний кондитер, как домашняя кондитерская. Значит, люди, если берут у меня, они идут в первую очередь за качеством и индивидуальным дизайном. Вот. Ну, то есть, пойти купить тортик по дороге на работу, это может каждый, да? Ну, да. Хочешь, не хочешь, конечно, домашнее всегда вкусное. Самое вкусное. Да, я начала сначала изучать, искать информацию разную из доступных источников. Потом я наткнулась на кондитерскую школу Cake School. Это московский шеф Алина Макарова. Так. Она проводила, запускала как раз онлайн большой курс про кондитеров. И я думаю, надо. Пора. Я мужу просто так издалека, я говорю, ну, ты знаешь, как-то, вот что-то как-то мне, наверное, хочется. А он говорит, давай. Мы взяли обучение полугодовое, по блокам, делать все, что угодно. То есть пришлось ехать в Москву или все-таки? Нет, нет, онлайн. Ну, поэтому муж и согласился. Естественно. Жена дома, все нормально. Дегустация, да, кому-то приходится жертвовать. На самом деле это действительно было так, потому что я делала один торт в неделю. Я должна была его сделать, сдать. У меня принимали домашние задания, кураторы, разрезы и другие тонкости. И после этого это надо было съедать кому-то. 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 Семья? Кому-то. Желательно все не мне, потому что как-то с детства учили делиться, да? Да-да. В общем, я, тогда, мне кажется, все мои родственники безумно меня любили. Это была очень дружная, сплоченная семья. Ты обратил на меня в прошедшее время? Угу. Что-то изменилось. Я же продаю теперь. А сколько длились курсы? Полгода. Полгода. То есть в течение полугода каждый день к вам приходили все родные родственники. Раз в неделю. Родственники, да, для того, чтобы посмотреть срез, попробовать, продегустировать. Да-да-да, то есть сначала новые начинки, опять же. У меня был блок по тортам, у меня был блок по муссовым десертам, у меня был блок по капкейкам, макарунам, что мармелад еще был. Ну, в общем, очень большой блок, такие база. В общем, у вас сладкая жизнь настала в вашей семье на полгода. Да, после которой мне пришлось, конечно, на правильное питание тоже на какой-то период перейти, потому что... Ну, сладкое есть, сладкое есть. Ну, это издержки профессии. Опять же, побочка. Корона. Это заслуга, значит, обучение было не зря. Это, надеюсь, она сделана не из сахара. Нет, можете лизнуть. Откуда эта корона? За что вас короновали? За что меня короновали? Ну, говорить о том, что просто за то, что я веселый человек, наверное, вряд ли. Но, хотя у меня есть номинация «Яркая личность», я там тоже победила. Да, у нас в прошлом году стартовал такой уникальный проект «Сладкая королева». У нас ее придумала и воплотила Наталья Бутырева. И здесь, получается, я тоже о нем случайно узнала. Он у меня как-то мелькал, мелькал перед глазами. Потом я думаю, а почему бы и да? Что-то давно у меня приключений не было. Как-то все свадьба, свадьба. Но это же все равно такая проверка самого себя, чего ты стоишь. Да. Даже пойти, оказывается, на информационную встречу оказалось очень страшно. Почему же? Я не знаю почему, потому что, наверное, потому что перфекционист и синдром самозванца тоже никуда не уходил. Все это время кажется, что вот я еще чуть-чуть вот сейчас подучусь. Даже после мастер-класса Акзамова я все равно чуть-чуть еще там как-то подучусь. Еще вот тут еще чуть-чуть подучусь. Мне еще не хватает чего-то. В какой-то момент я подумала, ну а как? А надо проверить. А вдруг хватает? Оказалось, хватает. Проект, на самом деле, очень интересный. Он трансформационный, потому что там мы не просто пришли, сделали тортик на камеру, жюри накормили и ушли. Ну, конечно, все по кромовкам взвесили там. Нет, нет. А, танцевать пришлось? Я угадала, я угадала. Да, только я не танцевала, я пела. У нас был творческий номер. Ко мне приехали мои белаэрские лошкари в ансамбле, которого я была в школе. Я угощала всех булочками жюри, зрителей. В общем, выход конем. Шикарно, шикарно. Накорми голодных зрителей, будет тебе счастье. До этого у нас были мастер-классы по самопрезентации, по личному бренду. Потом, что у нас с нами занималась Наталья Костина. Это по винтажной моде специалист. В общем, мы ставили дефиле очень красивое в платьях 19 века. То есть это было очень масштабно. Это был такой праздник. И именно в этом проекте ты не забываешь, в первую очередь, что ты женщина, а не просто женщина с венчиком. С венчиком, да. Да, что ты еще и красивая женщина, оказывается. То есть и фотосессия была, которую мы используем теперь как контент в своих соцсетях. Ну, в общем, масштабное мышление, конечно, меняется. И самое главное, получается, что в этом конкурсе вы что-то все-таки готовили. Готовили, да. Получается, у нас был мастер-класс в гастроинкубаторе от шефа Ильина. Там мы делали кулейки. Что такое кулейки? Это кулейки, да. Это капкейки в кулечке, наверное. Нет, это оказывается на творожном. В общем, делается масса из творога, выкладывается как, ну, песочная получается основа делается, как тарталеточка. Внутрь выкладывается начинка из творога, и сверху ягодка смородина, там, и другая кисленькая ягодка. В общем, это оказалось безумно вкусно. Это наш русский десерт, как выяснилось, из Новосибирской области, кто бы мог подумать, там его нашли, и, собственно, мы его готовили на кухне. И первое у нас задание конкурсное было, это презентация своего десерта на тему «Сладкая королева». Я делала 7 килограмм торта бисквитного в виде ферзя белого, вот, ну, потому что у меня как-то, знаете... Королева ассоциируется... Да. Ну, да, в принципе, приемы, шахматные турниры... Самое главное, да, шахматная фигура у нас, хожу куда хочу, поэтому почему бы и да. Да, друзья, сейчас будет небольшая информационная пауза, посмотрим, что для нас приготовили журналисты телеканала «Энск-49», после чего вернемся в студию и продолжим. Доброе утро всем тем, кто только что включил телевизор и присоединился к нам. Это «Оранжевое утро», и у нас сегодня в гостях Анна Бобилюк, разговариваем сегодня о сладеньком, о «Сладкой королеве» мы сегодня разговариваем, и о том, как происходит, вот, берет и происходит вот это сладкое чудо. Да, да, как стать кондитером за 5 минут, да, могу показать, могу научить. А, кстати, да, почему бы и нет, давайте с этого начнем, Анна, тем более у вас уже опыт большой, у нас, у Алены, маленький очень, поэтому научите ее, как вот... Что можно сделать с этими капкейками, чтобы они стали божественно красивыми и, не знаю, там, идеально вкусными? Баттл, да, такое устроим? Да-да-да, давайте. Я бы сказал так больше, мастер-класс. Мастер-класс, хорошо. Мы сделаем кремовые шапочки и украсим голубикой. Кремовые шапочки? Кремовые, да, кремовые шапочки для капкейков. У нас капкейки шоколадные, с соленой карамелью и арахисом. Значит, смотрите, чтобы работать было удобно с мешком, мы берем мешок, зажали, намотали на большой пальчик. Вокруг большого пальца. Да, прокрутили, чтобы нам не сильно давить, и делаем против часовой стрелочки. Раз. А почему против? Вот, кстати... Так симпатичнее получается. Можно по... Пожалуйста. Тут уже кому... А, ну то есть разница на самом деле не принципиальная, да? Нет, кому больше нравится, да. Крем немножко холодный, поэтому... Он такой, небольшой крупиночкой. Поэтому, пожалуйста, передаю мешок. С мешком мы можем работать без перчаток. Как вымпел. Передаю мешок? Да. Накрутили около... Нет, на большой пальчик. Вот так вокруг. Крутанули вокруг себя. Создать давление внутри кулича. Да, да. Так просто проще. Рука не устает, когда ты уже где-то сотую капкейку... Ну, конечно. Накручиваешь. Все. Я тут недавно шапочки из флиса делала. Почти то же самое. Почти то же самое. Можно придержать капсулу, чтобы... А вы взяли с собой какой-нибудь предмет воспитания? Потому что сейчас, чувствую, надо кому-то по рукам... А мне кажется, я добрый кондитер. Добрый кондитер? Да. Хорошо. Ну, а раз уж мы коснулись этой темы, давайте параллельно поговорим. Понял, мне сказали хорошо. Содержимое вот этого вот мешочка. Я понимаю, что крем. Но он же как-то, наверное, замешивается. Да. Какие там... Что там? Там творожный сыр, сахарная пудра. Перестаньте. Подожди, Раныш. Крутаните. Крутаните. Сахарная пудра и масло сливочное. Здесь, конечно, качество ингредиентов играет огромную роль. А играет роль именно во вкусе или, ну, вот как-то... Во вкусе, в консистенции, конечно. То есть можно, например, в магазине купить что-то похожее, и оно будет не такое вкусное и замечательное. Правильно я понимаю? Ну, да, то есть я сейчас в покупных десертах, пожалуйста, я в покупных десертах сейчас хорошо чувствую маргарин, растительные сливки. Растительные сливки мне отдают таким металлическим привкусом во рту. Да, поэтому человек, который... У меня получилось. Красиво. Смотри, какая. Ну, красиво. Все красиво, все божественно красиво. Здесь самое главное сделать побольше, побольше. Да, и теперь мы... Нет, не самое главное. Тут на самом деле нажим играет роль. Нажимаешь... И давление. И давление, да. Вот здесь нажало посильнее, и он поровнее пошел. Ага, вот как. Ага, это тебе не хухры-мухрык. Да. Это шапочки из крема. Вообще-то, на секундочку. Так, а это черная икра, да? Это да. Хотелось бы в это верить, но это будет голубика у нас. Это голубика. Да, обычно капкейки, классический вариант декора, это ягода, еще может использоваться печенька. Какая печенька? Да, любая печенька, которая вам больше всего нравится. Орео хорошо сюда подходит. Ее нужно прям раскрошить побольше? Нет, нет, мы вставляем печеньку прям печенькой, чтобы было видно, что это печенька, собственно. И никаких секретов таких нет. А посыпушки вот эти, которые продаются везде в мосмаркетах, там различные цветовые палитры и так далее, можно использовать? Мне не очень нравится, можно использовать, можно, но мне не очень нравится, как выглядит десерт. Удеселяет на самом деле. Да, да. То есть, если мы говорим о качественном десерте, который радует глаз и вкус, тогда мы используем какие-то ингредиенты. Ингредиенты, свежая ягода, ни в коем случае не замороженная, потому что это все растает, потечет. А сублимированная клубника? Сублимированная клубника, она есть мелкая, кусочками есть совсем пудра. В пудре хорошо трюфеля обваливать, да. А вот эти вот маленькие крупиночки, да, мы можем их чуть-чуть добавить, это не удешевит, это не посыпка вот эта вот на Пасху, да, вермишелька. Да, да, посыпка на Пасху. Нет, посыпки, во-первых, красивые сейчас очень есть, используются бусины. Мы можем чуть-чуть добавить для цвета, для контраста, для фактуры какой-то, но полностью засыпать это будет не очень. Плюс вкус дает, вот малина, например, сублимированная, чуть-чуть кислинку дает. Да, тоже хорошо. В бисквиты хорошо ее добавлять, секрет сейчас раскрываю. Так, записываю, записываю. Да, 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 пишите, в ванильный бисквит добавляем немножко сублимированной малины, именно кусочками некрупными, и у нас получается такой малиновый бисквит, можно использовать в основу для чизкейка тоже сублимированную ягодку, интересно играет, добавляет вкус и хрустяшку такой дополнительной. Может быть тогда, я не знаю, начнем с лайфхаков, как если у тебя что-то случайно пригорело, как из этого сделать шедевр кондитерского искусства? Нет, у меня другой лайфхак. Как вы живете-то вообще, как вы сохраняете вес свой, как вы умудряетесь печь это и не есть этого много? Привыкаешь, во-первых, привыкаешь, во-вторых, ну что греха таить, есть у меня десерты, которые я ем все равно. Поэтому по поводу веса не сохраняется он, ну нет, это никакой закон сохранения массы в природе не работает, он не сохраняется просто. Здесь принцип 80-20 все-таки работает по питанию, тогда да, 80% десертов, 20% овощей и отлично все едет. Что любите больше всего печь и сами, соответственно, кушать? Я люблю тарталетку с заварным кремом и свежими ягодами, это просто такой, знаете, десерт. Для меня это лето, это вот деревенская клубника у мамы, вот эта вот песочная хрустяшка, это просто здорово. Очень нравится работать со свадебными тортами, потому что это всегда, это новый торт, новая невеста, новая история. У меня есть ребята, которым я делала торт на свадьбу, потом на рождение малыша, на крещение. И вот сегодня у, уже не побоюсь этого слова, у моей малышки, которой мы всей семьей взрастили, день рождения, девочке годик. Вот, поэтому это, конечно... Такой семейный кондитер. Да, да, семейный кондитер, плюс на все дни рождения. Хорошо, давайте продолжим еще ваш конкурсный путь. То есть это то, что вы умеете, а теперь то, чего вы достигаете благодаря своему умению. Понятно, есть сладкая королева, сладкая королева вам сдалась, корону свою отдала. Расскажите о том, как появилась вот эта лента в вашем арсенале. Вот эта лента. Жюри конкурса «Сладкая королева». Да, меня повысили. С повышением вас. Меня повысили, но на самом деле у нас конкурс этот, он очень быстро растет. Мы, у нас, значит, в ноябре был региональный конкурс, теперь уже мы замахнулись на Москву, на всероссийский. И в ноябре этого года у нас будет проходить финал конкурса «Сладкая королева» в Москве. То есть здесь будут отбираться лучше на региональном, да, этапе, и потом… Вообще по всей России подаются заявки, они уже принимаются. У нас принимает заявки, собственно, основатель конкурса, да, Наталья Владимировна. И у нас будет предусмотрен как онлайн формат участия, да, где также конкурсы проводят, так и оффлайн для местных участниц. Понятно. Да, на финал мы поедем в Москву. И, собственно, я уже там буду сидеть в членах жюри и, собственно, да, смотреть все конкурсные работы, визитку работы и так далее. Ответственность, конечно. Ответственность очень большая. Но, опять же… Это не 7 килограмм ферзя. Опыт-то позволяет. Я сейчас хочу коснуться темы «Это были курсы или как с Ренатом Акзамовым?» Это был двухдневный мастер-класс. Он приезжал к нам в 2017 году, если я… Он приезжал к нам? Он приезжал к нам с двухдневным мастер-классом. Мы собирали торт высотой 3 метра. 3 метра? 3 метра. Ничего себе. Ну, у нас много было. Ну, согласен. Все надо было попробовать. Не только я и Ренат. Нас было много. Да, еще случайно нашли стремянку и решили сделать 3 метра. Да. Со стремянкой, кстати, да, было такое. А, по-другому никак? Было такое, да. Потому что я представляю высоту 3 метра и, если честно, то… Мы делали декор хлопок. В общем, это из изомальта все крутили, из карамели. Это было очень интересно. А низ, самый низ, наверное, был бетонный? Нет. Ну, чтобы удержать 3 метра. Подождите, а как тогда 3 метра не проваливается? Вот, кстати, всегда интересно, да. Вот высота кондитерского изделия, да, там, ну, торт большой. Тем более, мы говорим сейчас 3 метра. Это же единое целое, не на какой-то там отдельной конструкции, там, бензельно уходящей наверх. А плюс у него есть оформление и что-то еще на эти вот… Что-то, короче, тяжелое. Как эта конструкция не вот аккуратно не становится пизанской башней? Открою страшную тайну, у некоторых кондитеров до сих пор становится. Но мы сейчас говорим… Так, давайте идеальные условия. Да, мы сейчас идеальные условия. Во-первых, есть правила, почему я сказала, что есть физика, есть химия процесса, нельзя просто так, сегодня я становлюсь кондитером и погнали. Нет такого. У нас есть специальные правила по конструкции внутренней торта, то есть это чертежи, это распределение массы, это да. А, ну, то есть чисто теоретически строители тоже могут переквалифицироваться в кондитере. Так у нас половина инвентаря кондитерского и строительного магазина, ну, если уж так. То есть шпатель, валик, арматура, пила, дрель. Дрель? Дождите, зачем? Дрель, что вы не делаете? А зачем дрель? Вот что можно делать дрелью? Нет, ну, понятное дело… Подложки сверлю. Вот так? Да. В общем, у нас немножко, открою тоже завесу тайны, возьмем, к примеру, трехъярусный торт. Ну, например, 7 килограмм, средненький такой, три яруса. Средненький, ну, хорошо. У нас используется подложка усиленная, да, там какая-то конструкция с изоплекса, например, еще что-то. Обязательно там делается отверстие в середине, вставляется ось. Ось может быть как армированная, так и деревянная, то есть все это дезинфицируется, естественно, все это протирается. Ну, это та штука, на которую насаживается эта башня. Потом каждый ярус в идеале должен собираться на своей подложке по размеру яруса. В этой подложке уже есть… Отверстие. Отверстие. Собственно, зачем мне дрель? И мы надеваем, делаем еще опоры в каждом ярусе тоже, либо армированные, либо пластиковые есть, трубочки есть, деревянные, ну, в общем, любые. Выпиливаются вровень с ярусом и вот так составляется. Так, это будет второй ярус, да? Готов, да, все, готов. Вот она, берет такой, сразу дрель такой. Заранее. Сразу, а, заранее? Я думал уже готов. Я сверлю заранее. Тогда у меня вопрос, а как есть-то все это там половина арматуры? Как потом его нарезать? Это очень легко, на самом деле, многие боятся ярусных тортов, потому что как это резать? У них представление, что мы начинаем резать сверху донизу, просто сразу. На самом деле, нет, разрезается, как обычный торт, потому что каждый тортик стоит на своей подложке. И мы нарезаем. Убирается, это все прекрасно видно. Не бывает такого, что гость на тарелочку выплюнул какой-то, ой, арматура, ой, зубочистка. Там, скорее всего, ой, зубы. Ой, ой, зубы, да. Ну, то есть, нет, когда пытаются мастичные цветы съесть, конечно, мы предупреждаем, что мастика уже очень твердая. Не надо. В общем, да, хочется немножечко подытожить волшебная сладкая королева с золотыми руками. Мы поздравляем вас с предстоящим праздником и желаем вам самых гениальных идей и самых вкусных десертов. Благодарю вас. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Спасибо, что пригласили.